Вся информация и видео опубликована на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева и армянского премьера Николу Пашиняна не планируется. Отсутствие подвижек в урегулировании конфликта в мае отмечала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас можно говорить не только о нежелании армянской стороны к переговорам, но и о полной неготовности. Перестановки в силовых структурах, война, компроматов, раскол по линии Карабаха, признавать независимым или присоединиться к Армении. А тут еще и коронавирус, обнаживший полную несостоятельность армянских властей, которые вообще не борются с проблемой. Не потому, что не хотят, просто не могут. Уже и Грузия, и Россия отправляют гуманитарную помощь и врачей в Армению. Сам Никол Пашинян заявил, что заболел. Ему никто не поверил, и потому в рекордные сроки за одну неделю он излечился. Возможно, принимал Армеником, был такой препарат, изобретенный в Армении, лечил больных с ПИДом. Правда, принимавшие его уже давно скончались. И на международной арене не все в порядке. Чего стоит только жесткое заявление депутатов Европейского парламента о строительстве новой дороги между Арменией и оккупированным Карабахом. Решение о строительстве этой дороги было принято без согласия компетентных органов Азербайджана в нарушении норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его окрестности, отмечалось в тексте. И еще один очень характерный пример. Речь идет о справке, по которой армянская инфекционная клиническая больница Норка направила прибывшего из России гражданина Армении, который живет в оккупированном Карабахе, изолироваться в больнице в Шуше. Адрес изоляции – Азербайджан, город Шуша. На фоне полного распада системы власти в Армении армянским патриотам, активистам и чиновникам для самоуспокоения остается только угрожать Азербайджану неким превентивным миром. О чем заявил недавно заместитель министра обороны Армении Габриил Балаян. Но даже один из самых непримиримых армянских активистов Самвел Асликян признал, что у армянской стороны не все в порядке. Независимость Карабаха он назвал игрой, которая толкнет нас, армян, в бездну.